Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня копался в старых книгах, в частности в книге Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». И наткнулся на интересную позицию. Поставил ее в базу данных компьютерной шашечной программы Тоша. Кстати, Тоша переводится как «Тольятти шашки». И нашел не менее интересную партию. Играли некая лауритка против чемпиона мира, международного гроссмейстера Сергея Белошейла. Давайте рассмотрим партию. Лауритка играла белыми. АБ4, ДЕ5, Б5, ЕД6. Черные играют, конечно, не лучшим образом. Пытаются запутать свою соперницу. Белые меняются, СД4. Хороший размен. Белые развивают свой сильный левый фланг. Черные играют ФЕ7. Закрывают дырочку на поле Е7 и хотят занять центр. Далее в партии было АБ2. ДЕ5. И... Белые закрываются. ДЦ3. Черные играют ЕД6. Белые берут центр черных, так называемые, клещи. То есть преимущество у белых явное. Черные меняются. БЦ5. И вырываются на свободу. Белые играют БА3. Теперь черные разменялись СБ6. Ну, естественно, ФЖ5 уже нападать нельзя. Это проигрывает. Просто играем СБ4. Забираем шашку. И... Отвоевать обратно шашку черные уже не могут. Поэтому белые здесь выигрывают с лишней шашкой. Постепенно. Поэтому Сергей Белашеев в этой позиции сыграл СБ6. Разменялся. По сути, единственный ход. Белые играют ФЕ3. Черные играют БЦ7. Ставят угрозу отдать одну шашку и забрать 3. Ну, меняться назад не хочется. Хочется как-то укрепиться. ЖФ2. Поэтому сыграли белые. И на ход черных БА5 белые ответили СД2. Теперь возникла интересная позиция. Далее в партии было СБ6. И белые разменялись. ЖХ4. Вперед. Черные напали. ФЕ5. И белые еще раз разменялись. ХЖ5. И вот в этом положении уже черные красиво побеждают. Нападают. ЖХ6. И видите, отходить нельзя. Потому что последует ДЕ5. И... Ну, несложный удар в дамке. Это элементарно. Поэтому белые сыграли ЕФ2. И напали на шашку. Но черные играют ЖХ6. И... Приходится белым отходить. И черные неминуемо прорываются в дамке с выигрышем. Вот такая интересная партия. Не знаю, кстати, вот все-таки это Сергей Белошев играл. Или кто-то просто взял ник. Если Сергей смотрит, то... Сергей, пожалуйста, напиши. Это ты играл или кто-то другой? Мне интересно. Да я думаю, и всем зрителям будет интересно. Но, друзья, вот в этой позиции. До хода СБ6. Вот эта позиция есть как раз в книге Геннадия Хацкевича. И она очень красивая и очень интересная. Смотрите. У черных в этой позиции есть два хода. ФЖ5 и СБ6. ФЖ5 проигрывает из-за красивой комбинации. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь ее найти. Белая играют СД4. Затем пропускают черных в дамки. Затем ловят дамку черных. И красиво сами прорываются в дамки. И выигрывают. Вот такая великолепная комбинация. Была возможна после хода черных ФЖ5. Но после хода СБ6 у белых был также очень красивый и техничный выигрыш. Поставьте видео на паузу и попытайтесь его найти. Смогли бы вы, друзья, в этой позиции победить чемпиона мира? Мне интересно. Если, конечно, это был Сергей Белошиев. Оказывается, у белых вместо размена ЖХ4 был красивый выигрыш. Жертва шашки. ФЖ5. И теперь черные проигрывают. Но на Ф4 бить нельзя. Потому что после всех разменов белые проводят удар СБ4. И остаются, получается, с двумя лишними шашками. Это легкий выигрыш. Если же черные бьют на бортик, тогда меняемся с ЖФ4. И видите, черные проигрывают за счет отсталых шашек. В6 и А8. У черных единственный ход. ЖФ6. А здесь следует несложная, но симпатичная комбинация. АБ4, ФЖ5. И белые красиво выигрывают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.